Всем привет, друзья, с вами Райзен. В эфире рубрика Героя Альтернативного Баланса. И сегодня у нас в центре внимания билд, прям пришедший из мемов про Бальтазара Гельта, только без самого Бальтазара. Билд, которым обязан, мне кажется, поиграть каждый игрок за Империю. Это 5 батарей огненных ракет. Собственно, если вы хоть раз играли за Империю и видели ее артиллерию, то вы понимаете, как хочется просто набрать этой артиллерии. Огромное количество арты, пушек и просто обстреливать противника, заливать его огненным дождем. И Слейд Икс, игрок за Империю сегодняшний, у нас решил как раз-таки нам это продемонстрировать. Против него на гномах играет Дженерал Артур Кьюри. Итак, 5 батарей огненных ракет. Здесь же есть Светлый Маг, у которого есть сеточка. Взята она для того, чтобы противников задерживать. Три отряда ополченцев. Здесь один из них элитный с бронебойкой. Имперский полководец просто потому, что дешево стоит один отряд пушек здесь и два отряда пистолетчиков. Против него у гномов оборонительный билд. О, пошла уже жара. Ну, забавно, конечно, оборонительный билд иметь, потому что сразу понятно, что гном это короткоборот. Он не понимает, что против Империи надо играть наступательным билдом. Возможно, гном в своей неопытности даже оскорбляет гномов. Почему? Давайте проследим, как он оскорбляет. Он думает, что если он гном, значит он типа медленный, коротконогий и должен обороняться. И это уже оскорбляет гномов. Нет, это не у гномов. Ноги короткие от противников, гротескно длинные ноги. А гномов ноги нормальные, поэтому гномы могут нападать. Поэтому все длиннобороды, опытные гномы в этом матчапе всегда нападают. Если говорить серьезно, то Имперцы на турнирах постоянно банят гномов, потому что практически нет шанса выиграть против наступательного гнома. Гном берет огромное количество егерей, горняков, становится максимально близко к противнику за счет передового развертывания. Начинается бой, и гном просто в 20 отрядов огромной толпой наваливается на Имперцы и его развалит Имперец. Даже раскатить это не может, потому что огромное количество брони у гнома. Никакая пехота не справляется, у кавалерии снаряды заканчиваются. Но здесь гном решил, что он может пострелять с Империей. Имперцы, конечно же, встречают делегацию гномов с салютом. Первым салютом они приветствуют своих братьев-артиллеристов. Уже просто все сожжено. Но все уничтожено просто в ноль. Долгобороды огребают, но Имперец кайфует. Это лучший противник для этого билда. Да, я только что говорил, что гномы это один из худших противников для Империи. Но я имею ввиду, здесь имею ввиду, что неопытный гном, который не знает метовых билдов, это просто идеальный противник для Имперцев. Потому что он медленный, он думает, что Имперец его не перестреляет, не уничтожит. Имперец его перестреляет и уничтожит без проблем. В итоге гном вынужден, он здесь даже идет. Посмотрите, насколько пафосно. Видимо, адепт мастера Корнера Кэмпа, он не собирается бежать. Он собирается идти. Бросается сеточка. Неплохо так ловит. Три отряда, сейчас еще четвертый сюда встрянет. Конечно же, свободный отряд ополчения здесь уже готов обстреливать противника. За спиной носят пистолетчики, которые убеждаются в том, что пушки больше стрелять не будут. Самое главное, здесь сейчас перестрелять мстителей будет. Потому что мстители доберутся, естественно. И один мститель стоит 10 миллионов ополченцев. Поэтому надо постараться их всех перестрелять. Иначе будет больно. Вот здесь, конечно же, Слейд уже подбежал. Обстреливает мстителей. А второй отряд, кстати, довольно еще неплохо держится. Подбежали здесь гноми-воины. И их сразу же перестреливает сейчас Слейд Икс. Довольно неплохо командир вышел вперед. Наверное, безумный командир. Здесь, посмотрите, светлый маг огребает. На нем еще старшая руна замедления. Мстители уже готовы врываться в бой. В упор ракеты летят, как бы по своим коням не попасть. Нифига себе, какое безумие. Имперцы попали в раж. Или, возможно, много выпили. Говорят, стреляют по тем огромным четырехногим дварфам. Они слышали, наверное, что у них танк ездит высокий. Его носят четыре дварфа. Они издалека с пьяного глаза видят, что здорово. И смотри, отряд танов, отряд лидеров, и начинает по ним палить. Ну, я бы тоже, на самом деле, стрелял. Потому что все очень просто для имперсии. Имперская тактика очень простая. Делаешь линию вот так. Все, что по ту сторону линии, то враг. По нему стреляешь. Зачем солдат долго выучивают? Какие-то академии 15 лет там военные. Зачем? Все, прочертил линию. Стреляешь по всему, что движется. Все очень просто. Для храбрости можно шнапс отдать. Что там будет у них в империи. Возможно, багманские тоже бьют и будут правы. Ну, мстители добрались. Естественно, посмотрите, что они делают с пистольерами. Как я и говорил, шутки с мстителями плохи. Поэтому лучше их просто расстрелять. Бросается здесь руна взрыва. Земля гневается. Не ожидали, конечно, мстители. Надо было более рьяно расстреливать противника. Не давать им доехать. Пытается уничтожить Торика ракетами. Ну, Торика ракетами не взять. Ему похрен. Абсолютно. Но его взять, наверное, пистолетами. Долго еще его придется расстреливать. Даже инженер добежал в ближний бой для того, чтобы рассмотреть эту батарею огненных ракет. Для того, чтобы записать, узнать и записать имя каждого солдата империи. А потом уже можно через лет 200 уже их найти и с ними разобраться. Я думаю, так бы поступили гномы по лору. Все, у Торика мораль просела. Здесь, конечно же, был перестрелян один мститель. Он уворачивался. Посмотрите, подставил огромное количество имперц под френдли фаер. Но, к сожалению, победить ему не удалось здесь. Маэстро Слейт Икс перестрелял противника. Смотрим в Элью. Тысяча, 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 девятьсот, тридцать один, четыре. Вот это MVP, мне нравится. А, я назвал их ополченцами. Это же были пистольеры. Ну, черт их разберет, этих имперцев, конечно. Прошу прощения, но я думаю, вы вначале с радостью заметили. Это был экзамен на внимательных зрителей. Надеюсь, вы его прошли. Что по Вэлью здесь? Бедный гном, господи. Где Вэлью? Где Вэлью? Дворфовский. Нету? Нету, у пушки есть. О, 377. MVP пушка. Выстрелил один раз. Надо было ей выстрелить раз 20, 30, 30 раз для того, чтобы полностью всех уничтожить. Повезло, конечно, имперцам. Повезло, что успели заткнуть эту пушку. Она бы всех уничтожила. Теперь давайте серьезно. По этому билду я уже сказал вам про то, что гномы это одна из худших фракций для империи. Они ее контрят, действительно. Они берут 20 отрядов. Обычно, ну, 20, 18. Большинство из них всякие егеря и горники. За счет передового развертывания просто толпой наваливаются. Империя не может ничего сделать, потому что у нее нет нормальной бронебойной сдерживающей пехоты. И нормальных стрелков большого количества. У них тоже нет бронебойных дешевых. Вот так. Пистольеров. Да, это не пистолетчики, пистолеры. Их перестреливают гномы, потому что там берется отрядов 7-8 стрелков. А стрелки у гнома бронированные. Там по 80, по 40 броней бывает. И поэтому империи крайне тяжко. Практически ничего имперцы сделать не могут. Они этот матчап не любят. Но, когда ты знаешь, что против тебя... Точнее, можешь рискнуть. Предполагаешь, что против тебя неопытный метовый гном. То ты идеально разыгрываешь как раз батарею огненных ракет. Потому что гномы медленны. И они до тебя не дойдут. Вот. Поэтому с гномами действительно можно рисковать и пробовать такие билды. Я даже видел вполне себе, считайте, полуметовый билд. Правда, будет 3 батареи огненных ракет. И они будут расставлены далеко друг от друга. И за счет кайта даже гнома, который играет по мете, можно победить, если вы его превосходите скиллом. Ну, или будете просто лучше него играть. Но в стандартной ситуации грустно вам будет драться. Ну что ж, спасибо Слайд Иксу за веселый билд. Вам спасибо огромное за просмотр. Ставьте палец вверх, оставляйте комментарии. Увидимся с вами в следующих кастах. Всем пока.